Амастра Амастра, ранее известный как Амастриз, Сесамос или Самастру, является самым красивым районом Турецкого города Барцин и природным чудом. Этот полуостров, который находится на Черном море, очаровывает всех туристов своей трехтисячелетней историей и ждет, чтобы его обнаружили. Я хотела бы начать с истории памятника Кушкайосы, расположенного на старом шоссе Амастры. Когда вы подойдете к памятнику Кушкайосы, вас будет ждать длинная лестница. Хотя эта дорога длинная, она довольно спокойная и есть скамейки для отдыха. В начале лестницы вы увидите вывеску, объясняющую историю памятника на турецком и английском языках. Но, если вы не знаете этих языков, не волнуйтесь, я здесь, чтобы вам рассказать. Прежде всего, мне надо вас предупредить, что расстояние от этого памятника до центра Амастры составляет 4 километра. Здесь есть место, где можно купить такие продукты, как фрукты, овощи, традиционное варенье и выпить турецкое кофе с красивым видом леса. Кушкайосы – уникальный памятник, не имеющий себе равных в Турции. Этот памятник был построен Гайус Джулиус Акуэля во времена Римской империи от имени римского императора Тиберус Германикус Гладиус между 41 и 54 годами нашей эры. Памятник состоит из человеческой фигуры, высеченной в скале, фигуры римского орла, символизирующего господство, и двух надписей. Головы человека и орла со временем отделились. Ходят слухи, что эти части были украдены. На надписи написано Во имя мира и дружбы между государствами и в память о владычестве императора Германика, Гайус Джулиус Акуэля расколол гору и построил это место отдыха на свои собственные средства. В памятнике был также фонтан, которого больше нет. Хотя в последние годы памятник, к сожалению, был осквернен ненужными писаниями вандалов, я рада увидеть, что во время этого поездки он был очищен и восстанавливан. Вот наш памятник. Если идти впереди памятника, дорога ведет в красивый лес. Между тем, вы можете услышать некоторые шумы. В этой местности живут много ящериц, и они очень красивы. Вы можете увидеть текст. Внимание! Опасная зона. Я бы не рекомендовала ходить слишком далеко в этом зоне. Внимание! Субтитры faisable. Субтитры Local. Кстати, вы можете встретить этих милых кроликов и многих других диких животных на старой дороге Амасры. Так что, если вы собраетесь водить машину, советую вам обратить особое внимание. Они выглядят замечательно и очень мило. Вот мы в центре Амасры. Я, наверное, не единственный человек, кто думает, что остров иногда напоминает итальянские города, а иногда Балканы по внешнему виду. У Амасры есть мыс, выступающий к морю, две бухты, которые служат защищенными гаваньями по обе стороны мыса, и независимые острова. Еще этот красивый остров древности имеет 3000-летнюю историю, и местное искусство основано на и ремесла, и рыбалках. Амасра является недорогом туристическим регионом с оригинальными рыбными ресторанами, отелями и пансионами. Вы можете быть уверены, что это место можно посетить как зимой, так и летом. Редактор субтитров А.Семкин Один из самых прекрасных особенностей Амасры – это рай для всех животных, независимо от того, есть ли у них хозяин или нет. Собаки плавают в море со своими друзьями. Все жители Амасры кормят животных. Значит, не только люди здесь живут счастливо. Амасра принимает много местных туристов, особенно в летние месяцы из-за близости к столице Анкаре. Здесь проводятся многочисленные дневные и ночные экскурсии. Я провожу вас на короткую экскурсию по саду музея Амасра. Строительство здания было начато губернатором господин Исмаэль Кемаль в 1884 году с целью строительства военно-морского училища. Но, поскольку оно осталось незавершенным, в 1976 году его снова начали ремонтировать как музей. Как внутри, так и в саду музея есть много особенных экспонатов. Основание Амасры произошло в XIX веке до нашей эры, когда финикийцы основали колонии на побережье. Благодаря наличию естественных каваней, финикийские моряки долгое время вели здесь торговую деятельность. Позже правили милетийцы, кемерийцы, лидийцы и македонцы. Во времена принцессы Амасриста Амасра была восстановлена и приобрела вид большого города. Город, который часто переходил из рук в руки после убийства принцессы, был захвачен римлинами, византийцами и гениосцами. Фатис Султан Мехмед взял город без боя в 1460 году и пересоединили его к османским землям. Султан Земель, хан двух морей, завоеватель Стамбула. Фатис Султан Мехмед 17 октября 1460 года взял замки Амасрой у гениосцев. Он назвал это место Чешмиджиган – сырочок мира. Для завоевания Амасрой Фатих переехал с войском по суше, а великий визир Махмуд Паша переехал с флотом с моря. Сеньор Генюи без сопротивления передал ключи от замка. По слухам, когда Фатих Султан Мехмед подошел к холму, который возвышается над городом, он произнес следующие слова, чтобы выразить свое восхищение. «Лала, Лала, развейте не Чешмиджиган?» и отправляет сообщение в замок. «Я не хочу портить такое красивое место. Принесите мне ключ от замка». Согласно продолжению истории, командир замка Амасрой приносит ключ к холму, на котором находится Фатих, и он взял город без боя. После захвата города здесь поселились турки-кипчаки, проживавшие в районе Карабюк-Эфляне. Впоследствии большинство греков, живущих в этом регионе, были вынуждены мигрировать в Стамбул. «Природная красота» или «История Амасры» – не единственное, что имеет значение для турецкого народа. У этого места есть еще одна особенность. Здесь родился известный турецкий рок-певец Барыша Карсу, погибший в дорожно-транспортном происшествии в 2007 году. В этом районе была изготовлена скульптура добросердечному и великодушному Барышу, который родился на этом маленьком полуострове, но завоевал любовь всего турецкого народа. Слова «бурная волна Амасрой» были использованы для Барыша на скульптуре. Прогуливаясь по улицам Амасрой, вы часто можете встретить его фотографии или рисунки, нарисованные на стенах его поклонниками. И еще, если вы приедете сюда 4 июля, у вас будет возможность послушать песню Барыша Акарсу из мегафонов полуострова. Есть также песня под названием «Амасра», написанная Барышем Акарсу. Ссылку песни можно найти ниже. Видео, которое вы сейчас посмотрите, было снято из моей комнаты 4 июля. Субтитры создавал DimaTorzok Одна из самых красивых особенностей Амасры – это основание деревенскими женщинами-пазары, на которых продаются панатеи. На этих рынках вы можете найти местные продукты, чистые натуральные овощи и фрукты, различные красочные варенья, корзины, сувениры и изделия ручной работы. Попробуйте, вы видите, что мы здесь имеем из мегафонов, поэтому вы видите, что мы если мы не живем, мы не знаем что-то. Мы не знаем что-то. Раскар всё – это не толькоâто, но и еще не знаем что-то, это не с ним. Мы не знаем, что мы видим что-то, но и уже не знаем, что это не паника, но с ним не забавно. Добавьنا, как вы хотите, что-то так и будем заниматься тем, что-то самому, что-то здесь нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В 14-15 веках н.э. передние стены и ворота построили генуэзции, и они лучше защищались. Стены окружают два острова, состоящих из районов по степе Изиндан, и эти два острова соединены друг с другом мостом, построенным в римский период под названием Кемере. Стены были построены из крупных каменных блоков и укреплены квадратными башнями. Замок Амастры является одним из важных руин, отражающих средневековую атмосферу. Кроме того, в 2013 году замок Амастры был внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продолжение следует... Продолжение следует... а а вот это кроличий остров это один из самых важных островов амасры и здесь живут кролики он расположен напротив исторического моста амасра кемеры он содержит исторические останки такие как византийская церковь и генуэзский монастырь он получил свое название от кроликов которые были оставлены на острове местными жителями много лет назад и до сих пор живут на острове в восточной части острова находится каменная дыра говорят что у этой каменной дыры тоже есть интересная история в древние времена надеялись что те кто страдает различными заболеваниями выздоровеют если пройдут через брешь в каменной дыре с лодками или моторами кроличий остров также единственный остров бамасры не связаны с сушей на северной стороне острова есть пещера верят что если вам удастся бросить камень в яму этой двери ваши желания сбудутся для жителей амасры все может быть цветочным горшком все и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Помимо счастливых животных, традиционных томов и ярких цветов в Амазре, еще одно явление, которое может привлечь ваше внимание. Это фотография Ататюрка, основателя Турецкой Республики, которую вы можете увидеть в домах и магазинах. Короче, везде. Здесь написано бесплатный пейзаж. Совершенно верно. Гора, которую вы видите в круге за островом. Это знаменитая гора, которая в профил напоминает Ататюрка. Осознав это, многие турки больше не могут игнорировать этот факт. Довольно интересно, правда? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 Вот артефакт, на котором можно увидеть королеву Амастрис. Говорят, что персидская принцесса Амастрис, жившая во II веке до н.э., провела свой жест в политических браках. В те годы, во время вторжения персов, когда Александр стал победителем, он женил своего полководца Кротеруса на Амастрисе, но спустя короткое время Кротерус разорвал брак. Потом Амастрис несколько раз выходила замуж и имела двоих детей от этих браков. Амастрис, имя которой в то время было известно как Сесамос, очень любила Амастрису, дала городу свое собственное имя и восстановила город. Она выбрала Амастрису как центр союза четыре города, созданных ей на Черном море. Союз постепенно набирал силу, и сновья Амастриса выступали против того, чтобы Амастрис стала такой могущественной. И решали убить ее. Амастрис была задушена своими сыновьями в 284 году до нашей эры. Третий бывший муж Амастриса, македонский генерал Льсимах, услышал это и убил сыновей Амастрисы под предлогом мести за королеву. Главным образом, потому что это соответствует его собственным политическим интересам. Здесь отправная точка исторического базара Чикиджиларь, где вы можете купить различные местные аутентичные украшения, сумки и одежду, натуральное мыло, одеколоны и многие другие. А здесь букинистический магазин, одно из моих любимых мест в Амастрисе. Здесь вы можете купить открытки, старые фотографии и книги для друзей или для собственных коллекций. Амастрис. 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 Ор��. Такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok